Дети Ненинского округа показали свои таланты на побережье Тихого океана. Из Владивостока вернулись ансамбль лошкарей и ученики городских и сельских школ. Три недели они провели во Всероссийском детском центре «Океан». Концертная площадка Всероссийского детского центра «Океан» стала для ансамбля лошкарей из Тельвизки звездной. Вся седьмая смена аплодировала необычным музыкантам из далекого Заполярья. На международном фестивале-конкурсе детского творчества стран Азиатско-Тихоокеанского региона они получили главный приз – диплом лауреата в первой степени. Среди почти полутора тысяч таких же талантов из России, Вьетнама, Кореи, Японии, Китая и Лаоса. Такая возможность у ансамбля появилась благодаря поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Уже не первый год она помогает детям округа выезжать во Владивосток. На летние каникулы. Ребята рассказали, что они принимали участие в мастер-классах различных. Даже вот школа милосердия у них там была, они смогли научиться делать массаж. Свою очередь сами они показали мастер-класс, как правильно играть на ложках. Не менее заслуженную награду получил ученик четвертой школы. Дмитрий Белоглазов участвовал в международных детских спортивных играх. Он стал третьим в соревнованиях по настольному теннису. Всего Ненецкий округ на седьмой смене океана представляло 15 детей. Учащихся школ поселка Красное, Тельвиска, Искатели и Наринмара. К слову, Ненецкий округ был единственным регионом, представляющим Северо-Запад. Нашу делегацию также сопровождал и летчик-космонавт, Герой России Александр Иванович Лазуткин. Мы ездили вместе и там в рамках наших переговоров с руководством лагеря у нас очень много есть идей, проектов будущих, где мы будем в дальнейшем плотно сотрудничать с детским центром океан и в общем работать уже над созданием космической профильной смены. В преддверии 55-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос стороны договорились организовать в Ненецком округе космический класс. Он будет работать в рамках программы дополнительного образования. Все вопросы по созданию космического класса будут решены во время визита Александра Лазуткина в Наринмар. Летчик-космонавт планирует посетить столицу Заполярья в начале учебного года. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...